А, я же ещё хотел вам этого показать. Муфтия! Уже, по-моему, бывшего муфтия Сталла Хамежиева. Здесь, кстати, с субтитрами вы сможете оценить. Это правда, что у Кадырова очень серьёзные проблемы со здоровьем. Мне кажется, что его окружение не хотят об этом говорить на публику. Я, к сожалению, не могу говорить про состояние его физического здоровья, каких-то анализов, ничего подобного я не видел. Но то, что у него с психологическим здоровьем, то есть с умственными способностями у него есть очень серьёзные проблемы. С интеллектуальными способностями, со способностью к развитию, то есть мозг должен развиваться у нормального человека. Если он не развивается, это какие-то проблемы. Вот здесь я могу с уверенностью сказать, да, там очень-очень серьёзные проблемы присутствуют. И, боюсь, это неизлечимо. Походу, там уже нет никакой надежды, что будет решена эта проблема. Если за сколько там уже? Какой пятнадцать? Лет семнадцать, восемнадцать, да, если за этот период человек вообще никак не развился, даже в знании, элементальном знании русского языка, я думаю, что там безнадёжно. Салам алейкум. Если представить Чечню независимой, появляется вопрос, как жить суфистам, суннитам, шиитам и другим в мире. Алейкум асалям. Как в любом другом государстве они живут в мире? В чём проблема? Почему им не жить в мире? Пусть ведут какую-то идеологическую борьбу, одни опровергают других, значит, другие, третьих. Это всё должно быть в рамках дискуссии, в рамках научного какого-то спора на протяжении полутора столетий, да, так, сколько там, тысячу пятьсот лет уже существуют эти разногласия, и люди как-то умудряются не убивать друг друга. В чём проблема? Почему демократы с республиканцами могут в рамках одного государства, критикуя друг друга, но при этом жить в мире и не убивать друг друга? А почему вы считаете, что вот именно в Чечне представители суфизма и представители сунизма не могут? Вот, кстати, Шиитов у нас, насколько я знаю, нет, по крайней мере, ни разу ещё не встречал. Ещё как могут и будут, не только у нас и христиане есть, и все эти конфессии будут в рамках одного государства, при условии, что все они исполняют законы, не нарушают их никаких проблем. А если ты нарушил закон, то неважно, кто ты там, сунит, ты суфист, христианин, или ты атеист, плевать, кто бы ты ни был, нарушил закон, вот, значит, суд, который тебя за это будет наказывать. Есть полиция, есть прокуратура. Так должно быть в любом цивилизованном государстве. Главное, чтобы ты не нарушал закон, а там, что ты там у себя исповедуешь, это твои проблемы. Спорьте между собой, значит, опровергайте, но всё делайте в рамках закона. Ещё, кстати, важный момент. Проблема ведь не в том, что кто-то, значит, суфий, кто-то сунит, или кто-то христианин. Вы понимаете, что суфий, к примеру, желающий независимости от России и желающий, чтобы на нашей земле действовали законы в соответствии с нашей религией, потому что мы мусульмане, чтобы у нас действовали законы, соответствующие мусульманам, что этот суфий, он гораздо ближе, чем человек, называющий себя, я подчёркиваю, таковым я его, конечно, не считаю, но чем человек, называющий себя сунитом, но при этом желающий, чтобы на нашей территории действовали российские законы. Я не говорю о том, что он сунит, это понятно, но он сам себя таким, таковым называет. Вот этот, называющий себя сунитом такой товарищ, он гораздо более ненавистнее для меня, неприемлеме для меня, чем суфии, проживающие в республике и желающие нам свободы и независимости. Тумсо, даже русские, хоть их и сажают, нет-нет, выходят на одиночные пикеты против войны, и даже девочка из Дагестана высказалась так. Почему ни один чеченец внутри республики не высказался, где дух? Очень немало было высказываний на территории нашей республики, и очень многих людей уже погубивали, посадили, кому-то нам подкидывали наркотики, все разъехались. Вот теперь мы, находясь уже за пределами республики, как ты видишь, высказываемся, делаем всё возможное, и борьбу не прекращаем. А наши соотечественники, которые живут на территории Чечни, то, что они не высказываются, они молодцы. Абсолютно правильно себя ведут. Мы должны беречь себя, беречь свой народ. Нас и так очень мало, и мы ни в коем случае не должны жертвовать собой. Мы должны сохранить себя для вот этого часа Х, когда снова нужно будет подняться для освобождения нашей территории. А, я же ещё хотел вам этого показать. Муфтия! Уже, по-моему, бывшего муфтия Сталла Хамежиева. Здесь, кстати, с субтитрами вы сможете оценить. Это такая его речь, которая на самом деле не нуждается даже в каких-то комментариях. Очень забавно вообще смотреть подобные высказывания в контексте всех тех событий, которые уже были и сейчас происходят. Давай сначала посмотрим его. Субтитры создавал DimaTorzok Как вы думаете, вот куда можно было бы эти слова приложить? Да вообще куда угодно. Настолько это лицемерно, как они заговорили. Ведь то, что он сейчас говорит, вообще в лёгкую ложится на тех же членов нашего сопротивления, которые вышли вот с тем самым намерением, о котором он говорит. Но почему-то их они называли шайтанами, как только они их не называли. Хотя всё то, что вот сейчас он сказал, идеально подходит именно туда. И вообще никак не подходит к сегодняшним действиям в Украине. Вообще не подходит. А туда как раз это вот идеально, эти слова ложатся. Но тогда они говорили по-другому. Аллах выявляет этих лицемеров. Почему чеченский язык такой разный в зависимости от того, кто на нём говорит? Мне кажется, что вам нужно принять какой-то единый литературный язык. Чеченский язык очень красиво звучит. Мы очень давно его уже приняли. У нас есть литературный язык. Чеченский язык не разный. Чеченский язык имеет разные диалекты, это правда. Но литературный есть, и большинство чеченцев говорят именно на литературном языке. То есть это какие-то равнинные, в основном большие такие сёла, в которых проживают люди из разных вообще районов. И там, как правило, все говорят на литературном. На своих диалектах говорят люди, проживающие в районах. Они сохраняют свои диалекты. Но это тоже как бы богатство языка. Диалекты должны присутствовать. Люди, которые сохраняют эти диалекты, они тоже должны присутствовать. Все как бы живет в такой гармонии. От диалектов отказываться не надо. Ни в коем случае этого делать нельзя. И отказываться от литературного тоже не надо. Так что, если ты не понимаешь нашего языка, то ты не можешь оценить, разный он или нет. Наш язык такой же, как и любой другой язык. Субтитры создавал DimaTorzok